Кадыров, твой отец в 96-м году, стоя на том самом легендарном тракторе, выступая перед народом, говорил про Буденновск, что это была милость Аллаха, что благодаря этим ребятам, которые пошли в Буденновск, начался переговорный процесс, и война стала останавливаться. Давай освежим твою память, послушаем еще раз это высказывание твоего отца. Иляс, воин Дагестана. Почему ты отверг руку помощи Давудова, когда он тебе звонил? Видел, Всевышний, сам председатель парламента позвонил тебе помочь, отвечал на твои вопросы, терпел оскорбления от тебя, но тебе же невыгодно это? Невыгодно что? Томсо, ты говоришь, что не знаешь примеров, а пример очень рядом. Так, в чем разница тогда между Кадыровым и Басаевым? Второй ведь тоже брал женщин и детей в плен в Беслане, или это другое, скажешь? Конечно, я скажу, что это совершенно другое, но здесь надо еще понимать, что Басаев не возлагал ответственность за действия, допустим, Путина на детей. Он не говорил, ты, значит, там что-то сделал, и теперь я буду то же самое делать с этими детьми, на них ответственность возложил. Он этого не говорил. Здесь очень важно понимать, что я вообще ни на секунду не оправдываю Басаева. То, что он сделал в Беслане, это преступление. Это невозможно как бы это оправдать. Это преступление, это величайшая ошибка Басаева при всей моей любви к Басаеву, при всем моем уважении к нему. Но то, что он сделал в Беслане, это непростительная ошибка. Но это не возложение ответственности. Он тем самым пытался поставить Путина в положение, когда он пошел бы на политические уступки. Это все-таки война, и Басаев пытался таким образом войну остановить именно. Но поскольку мы затронули Басаева, то я думаю, что нам можно перейти к одной из моих основных тем. Она будет как раз касаться Басаева. Оказывается, перед началом своей пресс-конференции, Кадыров обратился к журналистам и попросил их задать ему неудобные и тяжелые для него вопросы, неприятные. И даже пообещал за самый такой неудобный и неприятный для него вопрос вознаградить журналиста какими-то там званиями и даже денежной премией. Давайте посмотрим это высказывание Кадырова. Как вы понимаете, неудобных вопросов, Кадырову никто не задал на пресс-конференции. Поэтому я считаю необходимым сделать это. Я хочу задать Кадырову очень неудобный и неприятный для него вопрос. Вопрос, на котором сыпались все его приближенные ораторы, которые выходили со мной на связь, пытались как-то со мной дискутировать. Они все сыпались на этом вопросе. Ни один из них не смог убедительного ответа дать на поставленный вопрос. И, быть может, сейчас у Кадырова есть шанс ответить на этот вопрос убедительно и поставить раз и навсегда точку в этом очень тяжелом и неприятном вопросе. Вопрос будет касаться, конечно же, Буденновска. Кадыров, твой отец в 96-м году, стоя на том самом легендарном тракторе, выступая перед народом, говорил про Буденновск. Что это была милость Аллаха, что благодаря этим ребятам, которые пошли в Буденновск, начался переговорный процесс и война стала останавливаться. Давай освежим твою память, послушаем еще раз это высказывание твоего отца. Твой отец говорит, что это была милость Аллаха. Благодаря этим ребятам начался переговорный процесс. Твой отец очень хорошо оценивает эту операцию в Буденновске. Теперь, внимание, вопрос. Ты, Кадыров, говоришь, что операция в Буденновске это величайший позор. Ты за это критикуешь Басаева. Ты диверсионную операцию в Буденновске называешь захватом роддома, беременных женщин. По-всякому вы пытаетесь осквернить Басаева и всех тех, кто тогда пошли на эту операцию в Буденновске. Но твой отец, как мы видим, он давал совершенно другую оценку этим действиям. Внимание, вопрос. Так все-таки, что же это было в Буденновске, Кадыров? Кто все-таки прав? Твой отец или ты? Это была милость Аллаха и достойнейшая, выдающаяся диверсионная операция? Или это все-таки позор, как говоришь ты, и захват беременных женщин, захват больницы? Дай нам ответ конкретный, убедительный, четкий и ясный ответ на этот вопрос. Что это было? Кто все-таки прав? А твой отец, спаситель народа, как вы его называете, основоположник вашего пути, Ахмата Кадырова, он все-таки прав? Или вы? И как вообще быть с этой дилеммой? Как так получается, что вроде бы путь у вас один, спаситель у вас он, но вы так по-разному смотрите на это одно и то же событие? Как так получается? И если все-таки прав был твой отец, и эта операция буденовская была милостью Аллаха, то мы требуем от тебя, чтобы ты так же, как ты назвал в Грозном улицу в честь псковских десантников, назови так же в Грозном улицу в честь буденовских захватчиков, если был прав твой отец. Если же твой отец был неправ, а прав в этом бросит ты, тогда выскажись критично в отношении своего отца, скажи, что твой отец тогда был неправ, хотя бы мягко вот так вот выскажись, что твой отец не оправдывал, точнее оправдывал тех, кто захватил женщин беременных в больницу, он их оправдывал по такой-то причине, но он был неправ, хотя бы вот так мягко выскажись. Но в этом вопросе нужно поставить конкретную и ясную точку, потому что такой косяк, это слишком, как бы это сформулировать, это слишком большое противоречие мнение твоего отца и мнение твое в отношении одного и того же события, это слишком большое противоречие. Дай, пожалуйста, ответ на этот вопрос, Кадыр. За этот свой неудобный и очень неприятный для тебя вопрос я хочу получить свою награду, Кадыр. Мне всякие ордена не нужны, вот денежную премию, пожалуйста, передай. Тумсо, при всем уважении ты сотрясаешь воздух Кадыров в жизни не ответит на этот вопрос, и ты это знаешь сам. Ну почему? Почему ты так считаешь? Очень много было поставленных мной вопросов, на которые так или иначе потом отвечал Кадыров. Да, конечно, не так, что типа вот Тумсо спросил, и я ему ответил. Нет, он это не так делает. Но он, я что-то озвучиваю, он потом там дает как-то иначе этот вопрос перезадать какому-нибудь своему карманному журналисту или министру, и потом отвечает на этот вопрос. Такие вещи он любит делать. Да, вообще много таких моментов, которые так или иначе были мной озвучены, и они затем как-то на это реагируют. Кстати, вот одним из таких моментов является тема, которую я тоже заготовил, давайте сейчас о ней тоже поговорим. Тут на днях Кадыров призвал людей из своего окружения провести какую-то благотворительную акцию в республике, и эти люди стали чиновники из числа приближенных к Кадырову людей. Они стали, значит, ходить по магазинам, брать долговые тетради и погашать долги людей. Это показывали по телевидению, освещали это событие, как вот, мол, благотворительность какие, посмотрите, какие мы хорошие. И тему эту коснулся даже Кадыров на своей пресс-конференции. Давайте посмотрим этот отрывок. 53 миллиона, Кадыров говорит, что общие сложности 53 миллиона рублей погашено долгов. Людей, то есть на 53 миллиона в общей сложности. И на 43 миллиона сделаны какие-то там подарки для детей. То есть почти на 100 миллионов рублей они якобы провели вот такую благотворительную акцию из собственных карманов. Из карманов приближенных к Кадырову людей. Я убежден в том, что эта реакция, вообще вот эта акция, это была реакция на наш ролик про букеты цветов. Когда мы их призвали к тому, чтобы они отказались от дарения букетов цветов женщинам из числа родственниц Кадырова, из дома Кадырова. Чтобы они перестали дарить эти букеты. И это позволит сэкономить сотни миллионов рублей, которые можно пустить на погашение задолженностей народа. Но меня здесь смутили цифры, которые назвал Кадырова. Он сказал, что на 53 миллиона рублей мы значит погасили долги. И на 43 миллиона еще сделали подарки. И я подумал, 100 миллионов. Кадыров говорит, что они на 100 миллионов провели благотворительную акцию. Но давайте вспомним, с чего вообще эта вся история начиналась. Она начиналась с маленького селения в Грозненском районе под названием Бартхой. У них была задолженность за газ. 3 миллиона 600 тысяч, по-моему, рублей. 3 600. Из-за этой задолженности в разгар зимы им отключили газ. Тогда они собрались у мечети и записали обращение к Кадырову. Я тогда это освещал. И после того, как они записали это обращение, туда приехал глава Грозненского района. Какие-то там чиновники из этой газовой службы. И они заключили с ними некое соглашение. То есть обратно подключили им газ. Но с условием, что они в течение нескольких месяцев должны будут погасить всю эту задолженность. Вот как это тогда освещалось на местном телеканале ЧКТРК Грязно. Холод не тетка и платить за тепло в доме все-таки придется. Сотрудники Газпрома Межрегион Газгрозный были вынуждены подключить газоснабжение должников в селении Бартхой. Несмотря на то, что у всех у них внушительные долги. С ними заключили соглашение, по которому накопившиеся суммы будут выплачиваться на протяжении нескольких месяцев. То есть 3 миллиона 600 тысяч вы этим людям погасить не смогли перед государством. Вопрос всего лишь 3 600. Собрать эти деньги, отдать государству и все. Вопросов больше у этого села нет. Включили газ, не надо делать с ними соглашение, что они в течение нескольких месяцев будут погашать этот долг. Не надо. Если вы, как ты говоришь, Кадыров, 100 миллионов пустили на то, чтобы погасить долги людей перед людьми, то есть в магазинах за продукты, это не долги перед государством, долги людей перед людьми, вы якобы на это потратили 53 миллиона и еще 43 миллиона потратили на подарки. Но не смогли там 3 600 потратить на то, чтобы закрыть долги этих людей перед государством. И вы предлагаете в это поверить, просто так теперь вам на слово поверить, что вы такие хорошие ребята. Здесь 3 600 зажали. Вместо того, чтобы погасить этот долг, стать хорошими ребятами, вот тут провести эту акцию. Вместо этого вы здесь заключили соглашение. Мол, давайте, вот мы вам сейчас включаем, но попробуйте только не заплатить. Вот вам несколько месяцев, 3 месяца, за это время вы должны погасить полностью долг, все село. Тут вы поступаете так, а потом идете и закрываете долги людей перед людьми на 100 миллионов рублей. Мы не верим, Кадыров, ни на секунду я не верю в те цифры, которые нам указал. Это все просто показуха, показушная беспонтовая акция. Если вы действительно хотите провести благотворительную акцию, закройте долги людей перед государством. Покажите, проведите вот эту благотворительную акцию. Люди должны там, у них огромные задолженности за газ, за свет, за иные коммунальные платежи. Закройте эти платежи. Что вам стоит? Опять-таки, откажитесь от этих букетов цветов и помогите людям. Обязаны ли вы это делать? Вы спросите, что обязаны? Нет, вы не обязаны. Да, вы не обязаны. Конечно, вы не должны этого делать, но вы не должны были и закрывать долги людей в их продуктовых магазинах. Вы же это типа сделали? Я утверждаю, что вы этого не сделали. Что эти цифры, которые ты привел, это неправда. Это взятые с потолка цифры, просто чтобы кинуть пыль в глаза людям. Чтобы люди сказали, а, молодцы, вот как они заботятся о людях. Но люди не идиоты, Кадыров. Люди не верят в то, что ты здесь не смог. Вопрос с 3 миллионами 600 тысяч, вообще плевый для тебя вопрос. 3 миллиона 600 тысяч, это для тебя, что это для тебя? Это один поход в какой-нибудь бутик. Все, даже не в бутик, даже там ты потратишь больше. Вот этот один вопрос, здесь в этом селе Бартхой ты закрыть не смог, а долги народа перед народом якобы на 100 лямов погасил. Ну это же куром наспех история. Закрой долги людей перед государством, закрой, проведи эту благотворительность. Тогда поговорим. Илляс, воин Дагестана. Почему ты отверг руку помощи Давудова, когда он тебе звонил? Видел Всевышний, сам председатель парламента позвонил тебе помочь. Отвечал на твои вопросы, терпел оскорбления от тебя, но тебе же не выгодно это? Не выгодно что, Илляс? Что мне было не выгодно? Я в 2018 разговаривал с Иудовым первый раз, он мне тогда позвонил, наверное, ты говоришь про этот звонок. Почему я отвергиваю руку помощи? Я не отвергал, я наоборот сказал, ты хочешь, если ты говоришь, что ты займешься этим вопросом, займись. Почему я отверг? Наоборот. И является ли это какой-то милостью для меня, за что я должен быть благодарен? Ну, конечно, нет. Эти люди сфабриковали в отношении меня уголовное дело, обвинили меня в том, к чему я не причастен. Сказали, что я поехал якобы в Сирию воевать. В Сирии я никогда в своей жизни не был. И потом мне позвонили и говорят, ну, если ты не был в Сирии, давай я здесь вопрос там, типа, утрясой. Он, типа, мне дело делает такое, мне не нужно делать такое дело. Он делает то, что он должен сделать, то, что он обязан сделать. Раз они обвинили человека без какой-либо вины, должны ее брать. Так что это я не отвергал, наоборот, я сказал, давай, делай. Ты это не сейчас должен делать, в 2018-м, а ты должен был еще тогда сделать. В 2015-м, когда я об этом сказал, уже тогда надо было сказать, подождите. Вы говорите, что человек уехал в Сирию воюет, а он вот в Грузии сидит и ролики записывает. Это что за непорядок, это еще тогда надо было сказать, а не в 2018-м году. Далее, ты говоришь, что он отвечал на мои вопросы, терпел оскорбления от меня, но тебе же невыгодно было. Насчет невыгодно было, я так и не понял, что мне невыгодно. Что касается терпел оскорбления, ну какие оскорбления? То, что по факту ему говорилось, что он предатель, да, он предатель. Оскорбление, это когда ты говоришь человеку то, что ему не присуще. Когда ты целомудренную женщину обвиняешь в том, что она является женщиной легкого поведения, вот это оскорбление. Но когда ты стоящую на панели женщину называешь, и он как бы правильным именем, что она женщина легкого поведения, она представительница древней профессии, это же не оскорбление. Она работает. Она сама как бы приняла себя такой, она смирилась с этим, она даже может быть рада этому, может даже гордиться, не знаю. Но в ее адрес сказать это будет не оскорбление. Поэтому здесь то же самое. Он как бы сам гордится этим своим предательством, носит орден, который ему дала Россия за это его предательство, козыряет этим, рассказывает истории, как он предал. Поэтому здесь это не оскорбление. Я вообще никогда никого из них не оскорблял. Никогда никого. Я всегда говорил только то, что им присуще. То, что действительно надо сказать в их отношении. Предатели, да, предатели. Недостойные, какие-то иные вещи, которые им присущи. Да, я это говорил и буду говорить. Но я никогда не посягал, допустим, на честь их матерей, и говорят, что они не целомудренны, что они их там нагуляли. Я никогда подобного себе не позволил. Субтитры создавал DimaTorzok